здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок срс подушек безопасности мазда 6 2021 года случился удар и в блок записан краж мы будем его читать затем убирать краж и записывать епром обратно на борту стоит трекор аурикс это уже новый из серии трекоров тс-22-33 сейчас разберем блок и я вам покажу что это за процессоры и на чем этот блок сейчас собран так давайте сначала наш блок раскрутим и посмотрим его внутренности открываем заднюю крышку так снимать в плату аккуратнее вот здесь вот конденсатор который находится внизу как обычно мы берем ну хотя бы вот это и нажимаем вот на эти вот клеммы раз и два вот как щелчок только слышим сразу же можно блок вытаскивать вот он отделяется очень хорошо вот конденсатор внутри так значит здесь у нас стоит вот этот процессор трекора урикс вот он его мы будем читать и писать через разъем с помощью md флешера сейчас откроем справку посмотрим подключение и проверим эти подключения сразу же чтобы они были точными давайте с вами посмотрим распиновку нашего блока мы открыли справку md флешер выбрали в этой графе адаптер g25 34 выбрали srs и выбрали ford mazda трекора урикс тс-2 ну 233 222 и так далее так далее значит здесь нам показано первый разъем верхняя плюс это минус и во втором разъеме can low и can high давайте это мы проверим все на самом блоке так берем блок находим can transceiver вот он стоит can transceiver и по схеме can у нас вот эта ножка и вот это во втором разъеме верхние давайте отзвоним относительно can transceiver значит ставим одну на can transceiver вторую да действительно это can и сюда и рядом тоже can так теперь нам нужно отзвонить массу масса это 3 вот отсюда в первом разъеме в нижнем ряду 3 ставим на конденсатор вот на минус и смотрим в третьем разъеме да это действительно масса и теперь нам остается найти плюс плюс это верхний у нас вот здесь получается вот он давайте мы его тоже найдем значит ну плюс как всегда на диоде у нас берем диод и проверяем да это плюс то есть картинка в md флешере соответствует полностью тому что выведена здесь на блоке блок нам в принципе больше разобранном виде не нужен давайте мы его соберем аккуратно вставляем нажимаем там где у нас конденсатор вот эти два контакта все и ставим крышечку теперь можно этот блок закрутить подключаем все согласно help внизу третий минус вверху первый это плюс так и нам нужно подключить канхай канлоу канлоу во втором у нас вот этот крайний и канхай рядышком с ним вот такое подключение на этом блоке давайте мы еще раз обратимся к справке md флешер и посмотрим внимательно вот они пишут важно после каждой операции чтения запись выключить питание был на 30 секунд а затем заново включить это обязательно иначе возможно неправильно чтение или вообще не будет входить в режим программирования так что вот это вот учтите вот блок наш подключен на столе в коробке адаптер используем сканматик 2 давайте включим питание смотрим нагрузку нагрузка пошла так открываем md флешер нам нужно выбрать srs ford mazda 3-кор урикс вот он выбираем этот модуль так теперь нам нужно настроить адаптер выбираем сканматик 2 и делаем чтение айди так не забываем включать 120 ом соединяться блок не захотел а все потому что в справке md флешера вот здесь вот перепутанный кан здесь должен быть кан хай а здесь стоит кан лоу а здесь кан лоу то есть вот мы поменяли местами кан хай с кан лоу и теперь давайте попробуем опять включить зажигание и опять сделать идентификацию блока открываем md флешер выбираем srs ford mazda аурикс и теперь делаем чтение айди местами кан мы поменяли читаем айди все сразу же у нас пишет айди вот они давайте нажмем чтение епром сам процессор как называется в этой строке в каком он корпусе дальше показывает каких адресах находится д флеш собственно нам она и нужна вот он определил это все и сейчас он читает д флеш файл сосчитан мы закидываем подготовленную папку его так подпишем что это д флеш сохраняем в этой папке теперь выключаем зажигание на 30 секунд после каждой операции мы включаем и выключаем зажигание вот здесь вот у нас таймер вот 02 03 и так далее так далее опять открываем md 30 секунд уже прошло снова включаем здесь у нас есть редактор дампа вот он просит открыть флеш открываем флеш сейчас он очистил этот файл подписываем его уже clear и и сохраняем папку mazda 6 давайте с вами проверим как md флешер вычистил наш файл заходим фикс гуру открываем мазда мазда 6 наш блок гбфс а здесь гбфт ну я думаю что это то же самое выбираем файл первый файл у нас краж грузим смотрим обнаружен краж так давайте теперь загрузим второй файл который clear вот он сюда чистый это означает то что md флешер правильно чистит краш на этом блоке теперь наша задача записать чистый файл в блок нажимаем запись открываем файл clear вот загрузка bootloader стирает флеш и теперь md флешер записывает флеш которую мы правили то есть clear не забывайте соблюдать временной интервал то есть 30 секунд после выполнения каждой операции а а а а а а а а а запись прошла успешно нажимаем ok и выключаем зажигание на 30 секунд вот здесь вот идет таймер и и 30 секунд мы подождали включаем зажигание и делаем чтение айди чтобы убедиться что блок у нас на связь выходит и все с ним в порядке все блок на связь вышел краш мы почистили все в порядке мд флешер можно закрывать сегодня мы с вами делали блок управления подушками безопасности mazda 6 21 года на процессоре трикор аурикс ts 223 делали мы с помощью мд флешера адаптера сканматик 2 коробочки управления питанием единственный был нюанс это на справке мд флешера был перепутан кан вместо хай стоял лоу так что именно это имейте ввиду техподдержку мы напишем и они конечно же в справке все исправят всем всего самого наилучшего много интересной работы много хороших клиентов а самое главное крепкого крепкого здоровья